ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все любят праздники. С Рождеством! Это необычная новогодняя комедия, как может показаться на первый взгляд, а рождественский фильм ужасов. Такое на наши экраны выходит нечасто. Фильм Крампус рассказывает о демоне антиподе Санта-Клауса, который в Рождество выискивает непослушных детей, чтобы их наказать, и заявляется к семейству Энгелей со своей армией монстров. Получилось необычно, и, как говорят кинокритики, жутковато. 1 января можно также посмотреть новую серию про приключения Ивана Царевича и Серого Волка, очередной фильм о жизни основателя компании Эппл Стива Джобса и комедию «Страна чудес» про приключения россиян в новогоднюю ночь. А 7 января в прокат выходит лента «Выжившись» Леонардо Ди Каприо в роли охотника, который борется за свою жизнь. Кинокритики за эту роль уже прочат актеру заветный Оскар. Я больше не боюсь умирать. Мне это не впервые. Подвигаться под жаркие ритмы бачаты, сальсы или кизомбы можно со 2 января. В Краевом центре в девятый раз пройдет фестиваль танцев от «Winter in Siberia». Организаторы обещают мастер-классы и семинары от международных тренеров, круглосуточный танцпол и яркое танцевальное шоу. 6 января в Большом зале Краевой филармонии группа «Яхан» даст рождественский концерт. Будут исполнять как старые хиты, так и совершенно новые песни. Вместе с ними выступят музыканты, играющие на народных инструментах и скрипках, и бывшие солисты группы Виталий Селиванов и Илья Поляков. 7 января также в Краевой филармонии красноярцы увидят шоу от балета «Флекс». В его составе танцоры со всего мира. Они представят новую постановку со световыми спецэффектами. В Назарово 9 января горожан ждут на традиционный фестиваль «Рождественские звоны». В Лиссасибирске 7 и 8 января пройдут «Рождественская ярмарка» и «Рождественский фестиваль». Творческие коллективы приедут со всего края. В Каннске в драматическом театре на январских каникулах пройдет несколько премьерных показов. 3 и 6 января юные зрители смогут посмотреть сказку «Настоящая принцесса», а взрослые комедию «Свои люди сочтемся». А в Диксоне 7 января состоится концерт «Рождественские встречи». В полдень 1 января самые стойкие красноярцы могут присоединиться к всемирному новогоднему забегу обещаний на символический 2016 метров. Все участники напишут свою цель или обещание на год. На стартовом номере побегут к проспекту Мира. Сбор около арки на площади возле краевой филармонии. В забеге обещаний примут участие 29 городов и несколько тысяч человек в разных странах. 6 января можно поболеть за наш баскетбольный Енисей. Он встречается с командой из Франции. А 10 января в рамках Лиги ВТБ наши баскетболисты сыграют с командой из Волгограда. 7 января все желающие смогут попробовать свои силы в рождественском полумарафоне, который пройдет в западной части острова Татышев в Красноярске. А 9 января на катке Татышев-Айс состоятся соревнования по катанию на плюшках для пар. 4 января в Каратузском районе можно будет поиграть в мини-футбол в валенках на снегу. А в Ермаковском районе 5 января состоится турнир по волейболу. Также на этих каникулах в разных уголках края пройдут соревнования по конькобежному и горнолыжному спорту, хоккею с мячом, боксу и альпинизму. И не забывайте, со 2 января в крае откроется большинство катков и лыжных бас. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости.